Месси или Мбапе? Месси. Мбапе. Почему? Они же в финале играют завтра. Кто-то должен один остаться из них. Ну, не, не один. Один на вторую игру караются. Вот. Но буду болеть, наверное, за трансфер. В Sky есть у вас такое обсуждение? Кто там, на кого футбол тотализатор? Потому что это такая тема, которая захватывает всех. Там даже у Ротенверга спрашивают про хоккей, но футбол переключается. Ну, это уникальный момент, что 18 декабря будет финал Чемпионата мира по футболу. Ну, обсуждаем. Всем интересно. Иногда собираемся, смотрим все вместе. Болеем за разные команды. Ну, это тема для обсуждения. Вчера я побывал на матче Россия-Казахстан. Это турнир международный, который проходит в Москве. Еще участвует в Белоруссии. Играем с ними в воскресенье. Поговорил с ребятами. Что-то даже затронул о футболе. Финал Чемпионата мира не за горами. Например, вот с Александром Никишиным я поболтал именно об этом. Еще мне было интересно поговорить с Александром Кадекиным из Салавата Юлаева. Кирилл Семенов прекрасен из Акбарса. Кстати, он рассказал то, что там происходит в Казани. Последние новости. Алексей Жамнов в пресс-конференции. Посмотрите, он подводит итоги матча. 6-2 победа на Казахстане. Привет, Терев. Привет, как зовут? Да ничего, потихонечку. Роман, с хоккеем начинай. Кирилл. Мы вообще-то не готовились за это. Как тебе матч, короче? Матч на самом деле супер. Очень приятно играть от дома в Москве до природных болельщиков. Это очень здорово, что у нас есть такая возможность. Белорусы, Казахстан согласились сыграть. И здорово. Это практика. Все-таки всех лучших ребят собрали на данный момент. Поэтому супер. Сопротивление со стороны Казахстана было примерно как против Борисов КХ играть? Или тяжелее, легче? Как это оценить? Здесь, знаете, не то что Борис выходит против нас. Все-таки сборная Казахстана. И ребята сами настраиваются. По-другому там не было. Были игроки со сборной Бориса. Извиняюсь. Но все-таки они показали в первом периоде очень хороший хоккей. В третьем периоде у них были перестановки. Они пошли вперед, не смотря на счет. Мы второй период провели здорово. Играли у них в зоне. Мало, конечно, забили. Нужно было больше реализовывать свои шансы. В третьем периоде немножко плохо начали игру. Поэтому им удалось забить гол. А дальше уже мы играли в тот хоккей, который показывали во втором периоде. Он сказал, что в начале матча было волнение. Действительно не так? Да, знаете, когда при своих трибунах всегда некое волнение может есть. Да, на самом деле игра еще в 2.30. Поэтому нужно было себя подготовить и катиться в игру. Где-то силового приема. Чтобы борьбу почувствовать. Поэтому, может быть, так и робко начали. Но потом все вкатились. И, как показал второй период, уже на нашей стороне было преимущество. Сегодня играли в звене с Арсением Грицуком, Сергеем Толчинским. Какая-то ностальгия может быть по омским деньгам. Деньгам? Да, и деньгам. Мне тоже показалось, что деньгам я думал, нет. Да вы знаете, на самом деле взаимопонимание мы нашли сразу сходом. С Серегой Толчинским мы вообще играли и в ЛОВ вместе. До кубка Гагарина, да, дошли и выиграли. Очень здорово, что есть такая возможность сыграть с теми партнерами, которых ты знаешь. С которыми есть у тебя взаимопонимание. Мало, конечно, забили. Мы, можно сказать, вообще ни одной не забили. Звеном, одним гол. Но все-таки хорошо. Да, хорошо действовали. Но нужно все-таки забивать. Это превращать в голы. Передачи, передачи. Красивая игра. Но результат тоже нужно делать. Уникальный момент, конечно, что сегодня и завтра играет сборная по хоккею. И чемпионат мира по футболу завершается. Там третье место сегодня. Завтра финал. Есть в команде обсуждение, кто там, что там. По футболу, за кого лично вы будете болеть. Да, честно скажу, я вообще за футбол не слежу. Поэтому все мысли только о хоккея. Слышал то, что там Франция вышла. Не знаю, где-то есть даже у нас в Казани ребята там болеют, переживают. Кто выиграет. Есть споры какие-то. Но я в них не участвую. Поэтому ничего не могу сказать. Последний вопрос я уточню. Казань. Что там было в это окно? Тренинг-кэмп какой-то маленький? Потому что надо вам как-то кардинально менять ситуацию. Что-то, да? Что, как занималось команда, когда вы уехали? На самом деле плотно поработали над физическими кондициями. Хотя я присутствовал на большое количество дней. Но все равно мы как на льду, так и в зале. Так как нужно прибавлять в скоростях. Физики нам в первую очередь. И сейчас, я думаю, больше над тактикой уже пойдет тренировочный процесс. Поэтому будем прибавлять и исправлять свою ситуацию, которая у нас сложилась в этом году. Конечно, неприятно идти на том месте, на котором мы сейчас находимся. Все ожидали другого, да. Ну, что-то я ожидал провала такого. Но, повторюсь, мы находимся в первую игру. Бьемся друг за друга. И будем прибавлять. Самое главное – это плей-офф. Там разыгрывается чашка, а не в чемпионате. Спасибо, удачи за нашим матчам. Спасибо большое. Александр, скажите, пожалуйста, вы единственный из четырех игроков самого от Иванова, который в этом сезоне провел все матчи. И вот сейчас, когда первая пауза, вы еще приехали в сборную. Как у вас физическое и психологическое состояние? Есть ли силы? Да, сил полно, на самом деле. И отдохнуть успели. В принципе, достаточно количество выходных дали. Ну, вот, поэтому так и отдохнули, и перезагрузились. Поэтому, наоборот, здесь еще, как бы, приехать сюда чуть-чуть, еще ментально так перезагрузиться за что-то новое, посмотреть. Вот, в новой обстановке, в новой атмосфере. Вот, поэтому, наоборот, как бы, расценивают паузу, как такой хорошей... Как хороший отдых, и... То есть, хорошо отдохнули, и хорошо поработали, в общем. А вы успели соскучиться по игре за сборную? Ну, конечно, как бы, за сборную не так часто играем, поэтому... Мне всегда приятно, поэтому... Да, можно сказать, что соскучился. Как вам целый матч сегодняшний? Ну, хороший матч, я думаю, сначала, и... Казахстан хорошей скорости задал, вот, где-то... Чуть-чуть, может быть, не справились с началом, вот, а потом... Тоже выключили ноги, включили скорости, в общем, дальше, вот, и все, как бы, складывалось для нас хорошо. Быстро почувствовали новых партнеров? Да, нормально у нас система, в принципе, понятная. Вот, как бы, здесь даже... Можно сказать, от партнеров, не так, чтобы много зависело. Ну, вот, то есть, как бы, все играют по идее и системе, вот, как бы, как бы, как говорят, у каждого свой фронт работы. В принципе, привыкать там... Могу сказать, что там долго пришлось. Смотрели вчера матч России-Казахстан 3 на 3. Там Казахстан выиграл достаточно сенсационно, но... Насколько вообще 3 на 3, это другой вид спорта? Какой-то большой теннис и пинг-понг. Ну, а что смешно, так и есть. Ну, внизу? Нет, я, на самом деле, смотрел. Говорю, как бы, пауза была, и отдохнуть надо было, и хорошо, и ментально, и поработать физически, поэтому... Нет, я не смотрел, как бы, готовились к игре, поэтому... Ну, ничего не могу сказать. А в футбол вы будете смотреть за этот финал? А мы, скорее всего, не успеем, потому что нам лететь в Уфу. Вот, то есть, в дороге будем, ну, может быть, по телефону, как-нибудь там, в такси посмотрим. За кого болеть будете? Ну, не знаю, за Аргентину, наверное, все-таки хочется. Как и многим, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. У него последний матч в Корее за Сбогну. Сегодня он сказал, что завершает карьеру в Сбогну. Наверное, больше, чтобы переживать, чтобы завершил красивый бойцер. Значит, больше буду переживать. Спасибо. Еще, опять же, интересно, ваша игра в сериуме, очень такой Центрфорд универсальный. А с кого вы все время берете? Не то, что пример, кто вам нравится из игроков этого амплуа, Орали или кто-то еще, потому что кто вам интереснее с профессиональной точки зрения в мировом хоккее? Ну, я не могу сказать, что интересно или не интересно, то есть, как бы, что-то брать там или не брать, но, как бы, всем, наверное, уже такой, всем известный факт, что, не знаю, на эталон, на Центрфорд, ну, по 3 бержера, он, наверное... Результативность, поэтому, все, как бы, я думаю, что сейчас оталон, на Центрфорд. Насколько Салат Иулаев перезагрузился в это окно, я думаю, многие, кстати, ждали этого окна, особенно те команды, которые немного валились, но это, может быть, даже не ваш случай, потому что, хотя у вас был такой спад, но насколько эта пауза была нужна игрокам Салат Иулаева, и насколько она поможет, потому что, может быть, мини-кэмп провели какой-то, что-то у вас было еще? Ну, во-первых, последние две игры мы выиграли перед паузой, а во-вторых, в Уфе еще не было за эти полторы недели. Ну, в чате, что пишут в чате, что они там делают? В чате расписание скидывают и фотки с корпоратива, поэтому нормально все. Да нет, нормально все, я думаю, что все хорошо будет, то есть, как бы, я думаю, и задача была на паузу, да, такая, чтобы не отдохнуть и перезагрузиться, вот, я думаю, нам надо на свои рельсы встать, которые нам приносят хорошие результаты, которые нам приносят победы, вот, и на них уже покатить хорошие колени. Этот сезон уникально длинный для КХЛ, но НХЛ сейчас обсуждает переход с 82 на 84 матча в чемпионате для каждого клуба. Если КХЛ перейдет на 84 матча, ваша первая реакция? Я, наверное, буду доволен, ну, конечно, надо и по времени растянуть, потому что каждый день, наверное, играть не очень хорошо, но в целом, как бы, 84 игры, это нормально, главное, чтобы зрителям было комфортно, как бы, здесь тоже. Так нам говорят, хоккеисты не выдерживают, а вы говорите, нормально. Кто говорит? Ну, говорят, хоккеистам тяжело, посмотрите, сколько травм, ну, менеджеры нам говорят, зачем это делать, а нам-то интересно каждый день смотреть кучу матчей, потому что этот сезон настолько интересный получается, чем другие. То есть, а вы готовы играть много? Может, надо тогда ген-менеджера не спрашивать, я не знаю, но хоккеисты готовы играть, я не знаю, если журналисты готовы смотреть, болельщики готовы смотреть, я не знаю, кто принимает решение. То есть, как бы, я от себя могу сказать, что мне, как игроку, очень приятно играть постоянно. Понял. Можно последний вопрос, Саша, болельщики салаваты, вообще не ждут такой сам, а вы игроки ждете? Ну, как, ну, ждем, наверное, я не знаю, просто Джош не так много в команде провел, да, то есть, как бы, там, всего лишь, там, 2-3 недели, вот, ну, как бы, понятно, что сильный игрок, как бы, я думаю, что он нам поможет. Ну, прям, что мы там целыми днями сидим, там, мы и ждем, там, как, ой, извиняюсь, как там, как, я не знаю, там, как шаманы, там, его пришествия ждем, ну, нет, такого нет, конечно. Спасибо, удачи в завтрашнем матче. Спасибо. Алексей Жамов, в вашем внимании был внутренней сборной России после матча в России-Казахстан. Алексей Юрьевич с победой и, наверное, комментарий, да? Сначала, потом вопрос. Ну, все с победой, да, наверное, лучше с вопросов сразу начать, так будет проще. Вон, никого. Михаил Зуфиси, спортсресс. Алексей Юрьевич, вас с победой. Ну, нам игра понравилась, но все-таки хотелось увидеть сильнее уровень сопротивления. Не жалеете ли вы, что, как планировалась команда, 25 лет здесь нет, да? И все-таки, вот мы задаем вопрос, никто, наверное, не может объяснить, почему и нет. Может быть, вам кто-то сказал, почему нет такой команды, потому что, вот вы спросите у любого из моих коллекций, я ждал именно этого матча. Ну, вы пришли ко мне вопросы задать по поводу ЮН-25 или нашей сборной. Я просто, на самом деле, у меня тоже нет, я ничего нового не скажу. Команду, как бы, ну, конечно, изначально было то, что было четыре сборные, в конечном итоге получилось три. Больше мне добавить нечего, ну, это, наверное, не ко мне вопрос, а федерацию, скорее всего. Ну, наверное, по началу игры, то есть, наверное, всех заметили, было чуть волнение у ребят, это ясно, но это понятно, как бы давно не собирались вместе, не играли. Плюс еще очень просили уделить внимание всем игрокам, без исключения, чтобы был настроен, потому что, ну, главное было показать свою игру, чтобы все полностью выполняли игровое задание. Ну, был очень сумбор поначалу, было очень много против в нейтральной зоне, плюс не было очень контроля шайбы в начале игры. Потом, вроде, ребята успокоились и, в принципе, начали выполнять то задание, которое мы все выполняли. Да, здравствуйте, Алексей Юрьевич, вот как раз по поводу настроя, вчера сборная Казахстана нанесла обидное поражение нашим молодым звездочкам в турнире 3 на 3. Да, это была какая-то, ну, может быть, дополнительная мотивация сегодня для ребят? Да нет, я думаю, здесь, наверное, больше интересно было всем посмотреть, на самом деле 3 на 3, все-таки, это, я так понимаю, новое множество, и хотят этот вид спорта, ну, игру 3 на 3 сделать олимпийским, Ну, поэтому, конечно, было интересно посмотреть, то, что ребят, ну, не получилось, поиграли по губу ритмам, это, как бы, спорт, здесь ничего такого нет. То, что я вчера увидел, мне понравилось, единственное, как бы, я не знаю, я еще не специалист, не эксперт по этой лето, и на 3, мне бы хотелось думать, что, потому что была площадка поменьше, и ребята играли без этих линий, то есть, без пробросов, без игры, наверное, было уже интересно. Спасибо. Да, Алексеевич, единственная пауза в КХЛ, да, у нас, и вот эти ребята, которые сейчас играют, они, по сути, остались вообще без отдыха, вот не чувствуется какая-то немножко такая, может, физическая усталость или психологическая, потому что они смотрят на своих друзей, коллег, которые отдыхают, разъехались, а они тут вкалывают, работают, может быть, вы почувствовали, что такое ощущение? Ну, наверное, нет, ну, это, конечно, то есть, у ребят за плечами больше половины сезона, это понятно все, и есть игроки, которые приехали с матч звезд, наверное, от им было потяжелее, а так, у, почти, что у всех аропов было, там, 3-4 дня выходных, но все равно, как бы, видно, что, я не могу сказать, что ребята уставшие, просто, наверное, лишний день отдыха, наверное, он не помешал никому, особенно тем ребятам, которые были не нужны. У меня вопрос, продолжение, 3 на 3, интересен, на ваш взгляд, то есть, это, например, как факультатив для вас, то есть, вы, как 3 на 3, едете на турнир, берете там, кто там, Овечки, Малкин, Кучеров, или это должна быть отдельная совершенно сборная? Нет, это отдельная сборная. Отдельный институт? Конечно, это отдельный институт, во-первых, я еще раз говорю, только как бы начало, но для меня понятие, что это вообще отдельная сборная, отдельная института. Потому что на баскетбол, там вообще играет неизвестный ребят на Олимпиаде, потому что, если бы медали за это вручают, то есть, это очень серьезное дело, по сути. Ну, на самом деле, это да, если это введут в олимпийский спорт, то это, на самом деле, какая ответственная задача будет перед федерациями, потому что, ну, серьезность. И второй вопрос, насколько для вас важно сохранить эту преемственность, да, серебро на Олимпиаде, сейчас турнир у вас, хотя очень жаль, что это единственный турнир в году, и какой вы мостик на будущее видите для себя? Что в дальнейшем может быть? Потому что мы видим новых ребят, там Джашвили, вот, например, гол забил, молодец. Как вы выстраиваете в долгую, в долгую вот эту работу? Если так посмотреть, то, конечно, мы пригласили ребят, которые, ну, я сейчас же впервые играю в сборную на таком турнире, и хотели посмотреть, как они будут выглядеть. И все-таки давление есть, когда деваешь майку в сборной, это не клубный уровень. И даже, если, можно сказать так, по сборной Казахстана, ясно, что в основном игроки представлены клубом Борис, но когда девают майку в сборной Казахстана, чуть-чуть все меняется. Поэтому здесь, и это было видно даже по началу нашей игры, то есть волнение присутствовало. Ну, но потом, ребята, чуть адаптировались, и уже стало попроще. А так, по игрокам, вот, то также звено, вот, Джашвили, Сафонов, Воронков, да, в принципе, ребят неплохо смотрелись. Все, как говорится, быстрые, мощные, поэтому мы и будем, как бы, вот, следующий матч у нас будет ротация. Перематч на Беларусь мы тоже там поменяем какие-то сочетания, и посмотрим других ребят, которые сегодня не играли. Теперь еще вопрос. Понятно, что сейчас нет международных турниров, и этот турнир все-таки раньше не был большее значение с точки зрения просмотра кандидатов, и в прошлом году это был Пик Олимпиады. Для вас, как тренера, вот что этот турнир значит, что он вам дает, потому что нет такого же значения, как все прошлые годы? Ну, для нас значение в данной ситуации у нас очень большое, чтобы собраться, как вы говорите, да, на самом деле у нас нет такого календаря большого по международным матчам с другими соперниками, но, как говорится, то, что есть, это надо использовать. Поэтому мы хотим даже за эти два матча посмотреть, как говорится, новых ребят, посмотреть в разных ситуациях. И для нас мы все-таки все равно должны смотреть будущее. Через какое-то время мы вернемся в международную арену, и нам надо уже понимать, с кем мы пойдем дальше. А вы сказали про рантацию перед матчем с Белоруссией, значит, что Коновалов сыграет? Посмотрим, у нас есть. Ну, у нас есть, я говорю, мы завтра все объявим, или попозже, вечером, то есть будет понятно уже в составе. Мы сейчас все ждем результаты, вернее, не результаты, а с докторами я переговорил, может какие-то микротравмы есть. Ну, а тогда посмотрим, завтра будет меня. Продолжая тему батарей, объясните, почему сегодня дорожка начинает матч? Почему дорожка сегодня будет первым батарям? Ну, мы так решили, потому что у нас есть батарей, которые отвечают. Он больше занимается, выделяет больше времени этим батарям, при нашем всем батарям, поэтому он принимает решение, меня полно доверя к нему. Петерьевич, такой вопрос. У вас, вот, за какое время вы собираетесь приезжать на арену? Потому что Сергей Федоров сегодня, его водитель зал славы, и он так быстро ретировался, в 12 часов дня буквально. В 20,5 часа до матча. Неужели такая важная роль у него? У всех, все хорошо. Он на роль, ну, 12,15 уже были здесь. Он успел. Он успел, нормально, да. Он под контролем все держали, он не отписывался. Кстати, вы взяли славы, отечественные какие? Вы введены в зал славы, отечественные? Да, думаю, что на Олимпиаде сочек. Все, спасибо большое, коллеги. Пойдем завтра все. 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 Все.